Ребятки, всем привет! С вами Александр. Вы помните вот эту вот ферму, которая состояла из четырех видеокарт 1070 MSI Armor? В общем, как я и говорил, на нее планировалось ставить шесть. И остальные две планировались брать либо MSI, те что Gaming X, ну, либо, в общем-то, по цене все-таки выбрали гигабайты G1 Gaming, которые вот такие вот прикольные, трехвентиляторные, вот такая вот у нее коробочка, тоже они с подсветочкой. Мне очень понравилась их трехсекционная система охлаждения. Ну, давайте сейчас перейдем на сайт гигабайта. Вот, собственно говоря, наша карточка G1, у нее одно 8-пиновое питание, и у нее частота будет 1822, то есть это хороший показатель. Так, что у нее тут? Все, зашибись. Вот такой вот три вентилятора и двухсекционный радиатор. Ну, он мне напомнил охлаждение на ROG Strix, на моей 1080i, то есть все здесь классно. Вентиляторы гигабайтовские действительно тихие. Карточка реально, она тонкая, она плоская, то есть MSI 1080i очень высокие, а эта карточка, она узкая такая и длинная. В общем-то, вот если смотреть на 1070 от ROG Strix, в принципе, у нее очень похоже охлаждение на 1080i, только чуть потоньше. Оно, в принципе, практически совпадает с таким же самым у этой гигабайты. Давайте вот, смотрите, на сайте HTC, вот это разобрано, это Asus Strix, у нее здесь на MOSFET охлаждение есть, отдельно охлаждается прямым контактом на 5-ти тепловых трубках охлаждается чип, и там на память идет отдельная вот такая вот байдень, которая частично закрывает память, а частично память контактирует через термопрокладки. Вот, собственно говоря, наша G1 Gaming в разборе на оверклокерсах. Здесь вообще шикарно, даже мне побольше нравится, чем у 1070 Asus, но она такая же, как у 1080 Asus, 80i. Вообще, смотрите, зачетно, прямой контакт на 2 жирных тепловых трубки, ну там, правда, конечно, трубок аж целых 5 было, ребята, целых 5 трубок. Там, блин, Asus дикие, дикие, но мне здесь хорошо нравится, как организовано охлаждение памяти. Оно на общей медной прокладке, то есть там не отдельная какая-то идет, а именно общая медная. Это вот классно, видите, прокладочки для чипов и MOSFET тоже охлаждаются. Вот эти мне очень понравилось, именно 1070 ГБ, то есть она, мне кажется, даже повеселее, чем MSI-ка охлаждения. Ну, правда, что 2 тепловые трубки, но они, как видите, очень толстые, то есть это большой плюс. Ну, в общем-то, и по цене они были более-менее нормальные, что-то там взяли их тоже около 15 тысяч гривен. Ну, чуть-чуть-чуть дороже там, чем Арморы, но дешевле, чем MSI-гейминги, которые были по 15700. Вот так вот выглядит живое. Это Gigabyte, но она тяжеленькая, у нее, естественно, есть Backplate, ну и добротная система охлаждения. Ну, как видите, она довольно такая плоская и длинная, то есть невысокая. Такая вот у нас красавица. Определилась она, в общем-то, без проблем, все установил, все хорошо стало. Вот, как видите, вот такая вот она плоская по сравнению с высокими MSI-ками Арморами. Ну, а теперь давайте перейдем к разгону, в общем-то. С разгоном сразу скажу, то есть я не выжимал, скажем так, максимум про разгон. Я, наверное, выложил отдельное видео, у меня снято там 40 минут, я разгонял эти карточки. Делал это все дистанционно через TeamViewer. Ну, не было возможности прийти на место. В общем-то, ну, там был человек, который по звонку, как говорится, перезагружал ферму, когда я доводил карточку до максимума, и ферма зависала. Начал я с MSI-ек, с Арморов разгонять, и, в общем-то, получился разгон сходу. У меня вот начал с первой карточки, которая напрямую установлена в материнскую плату, слот X16. Ну, я думал, она там как будто бы будет все, самая стабильная, да. Ну, получилось, плюс 600 она по памяти взяла, плюс 650 она зависла. Я такой, опачки, ну, думаю, вроде как нормально там. У меня там сколько, плюс 700 где-то работает, и на 3D моя 1070. Ну, ладно, пошел. Я потом сразу вторую карточку, я взял гигабайт, вот эту вот нашу. И, на мое удивление, гигабайты обе взяли плюс 1000. То есть, они плюс 1000 нормально себе работали. Я такой думаю, блин, что за дела, почему арморы так мало берут. Я взял, давайте, там, другую армор, то есть, взял, которая отдельно там стоит. Она взяла плюс 900. Плюс 900, ну, 950, по-моему, она уже зависла. Я сначала ставлю плюс 500, потом иду с ходом плюс 100, плюс 100, плюс 50, и там уже до плюс 20 уже доходил, там, последние ходы. В общем-то, плюс 900 она взяла. Ну, думаю, ладно, нормально, так, неплохо вроде как. Взял потом еще одну 1070, именно армор взял, номер 2, и она опять же взяла что-то тоже в районе 650. В общем-то, еще две оставшихся там арморов, я не стал уже их гонять. В общем-то, решил поставить плюс, на постояночку, на проверку, плюс 800 по гигабайтам, пусть они так работают. А на арморы, на все, ну, чтобы одним скопом поставил просто плюс 600. То есть, там, как видим, некоторые могут взять 600, некоторые могут взять до 900. Ну, там еще две нужно будет как-то отдельно повозиться. И что у нас по итогу? В общем-то, GPU-2 и GPU-3 в майнере, это именно гигабайты, они работают там плюс 800 и выдают 32 и 7 мегахэша. В общем-то, 31 и 1 выдают арморы с частотой в плюс 600. В общем-то, вот такие вот показатели у нас остановились. В общем-то, я очень даже доволен. Выше 31, это уже хорошо. Но это доступно стало на обновленном майнере. На старом майнере карточка столько не выдавала. А уже выше версии 9 и 7, клеймор, они уже выдают побольше. Как видите, выше 32. Собственно говоря, на плюс 1000, на плюс 1000 максимум я видел на гигабайтах 34 проскакивало даже. 33 и 7, 33 и 9. В общем-то, такие вот дела. Ну, а видео отдельно еще про разгон. Длиннючая, скучная, нудная. В общем-то, для новичков. Кому-то, может, будет интересно. Выложу еще отдельно на канале. На этом все. Всем до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok